Если вы хотите сделать свою жизнь намного проще, то вы правильный канал включили в правильное время, потому что прямо сейчас лайфхаки от Веры Каретниковой. Доброе утро, мои дорогие телезрители. Боже мой, как я рада всегда видеть вас, потому что вот готовлюсь в поте лица для того, чтобы упростить вашу жизнь. Сегодня, кстати, мы будем говорить об одном очень интересном изобретении. 116 лет назад, ровно 116 лет назад, Луи Белксли создал канцелярскую скрепку, большую канцелярскую скрепку, которая популярна и функциональна до сих пор. Она ни разу не выходила из моды, скажем так, только единственное, что придумали и новое название, и теперь она называется биндер. Очень удобная штука, можно использовать как по назначению, так и не по назначению. В общем, менялась ее форма, наверное, внешний вид, но суть осталась неизменна, сегодня об этом будем говорить. Итак, поехали несколько идей ее использования. Итак, первая идея для рукодельниц. Вот как-то не так давно, мне кажется, я рассказывала в одном своем блоге о том, что нитки можно засовывать в чайник, да, и пропускать через носик чайника. Но вот в данном случае, смотрите, как удобно. Просто кладем клубок ниток в какую-нибудь емкость, в миску. Вот этот сам биндер закрепляем на ней, через ушко продеваем ниточку, и таким образом она не будет спутываться, не будет превращаться какие-то образовываются на ней узелки. И очень удобно, самое главное, вот насколько же функционально и просто. Второй лайфхак интересный, это если, к примеру, у вас нет дома специальной вешалки для того, чтобы в вашем шкафу расположить брюки, для того, чтобы они не мялись, а чтобы стрелочка к стрелочке оставалась всегда разглаженной. Так вот, мы берем две канцелярские скрепки размер побольше, аккуратненько их прикрепляем на саму вешалочку. Посмотрите, как удобно, вот в данном случае. Все развешивается легко и просто, и вот такая замечательная находка, я думаю, что каждому из вас когда-нибудь да и пригодится. Третий интересный вариант, мы с вами все знаем, что подобные скрепки канцелярские есть разных размеров. Есть совсем маленькие, а есть очень большие. Так вот, такие побольше можно использовать, например, на кухне, если вам нужно отрезать какой-то, не знаю, предмет или, возможно, отрезать продукт питания. Вы просто подобным образом закрепляете его, и ваши пальчики всегда находятся в полной безопасности. Еще один интересный лайфхак, это использование биндера, вот опять-таки, на кухне или закрепление каких-то пакетов. Я уверена, что у многих из нас крупы в пакетах находятся на кухне, в наших ящиках макароны, чипсы ребенок поел, оставили пакеты открытых. Вот, очень удобно его просто аккуратненько скрутить и этой скрепочкой закрепить, и все всегда будет в порядке, никуда ничего не будет рассыпаться. Еще один хороший вариант, это, смотрите, какая удобная штука, подставка для вашего смартфона. Делается очень просто, несколько картонок, мы скрепляем двумя вот такими биндерами, и между ними располагаем аккуратненько наш смартфон, очень крепко держится, никуда не выпадает. И самое главное, как удобно поставил перед глазками и пользуйся. Кстати, для тех, кто любит фотографироваться, тоже, по-моему, идеальный вариант. И еще один очень интересный вариант использования биндера, это вот, если у вас дома очень много различных проводов. Вот, к примеру, в данном случае предлагаются наушники, для того, чтобы они не терялись в нашей бесконечно огромной дамской сумочке, или где-нибудь еще. Провод просто накручивается на вот эти самые железные крепления и продеваются вот в эти ушки. Посмотрите, какой порядок, ничего нигде не запутывается, не создается никаких лишних узлов. В общем, очень удобно, самое главное просто. Приобрести их можно в любом магазине канцелярских товаров. Не нужно изобретать велосипед, можно просто вот обратиться за помощью к моим лайфхакам и свою жизнь тем самым облегчить. Так что всем хорошего утра, возьмите себе все на заметочку. А если у вас есть интересные идеи, то отправляйте их мне. В директ буду с удовольствием их озвучивать в нашем прямом эфире. Спасибо за внимание.